И вновь в топе новостей стройка перинатального центра в Норильске. Краевое управление Капстроя намерено взыскать с бывшего генподрядчика, с которым разорвали контракт в конце прошлого года 36 с лишним миллионов рублей неустойки. Внушительная сумма выставлена за срыв сроков по госконтракту. Дело в арбитражном суде назначено на 4 апреля. А мы напомним, как развивалась эта история. Это кадры 2015 года. Тогда генеральный подрядчик инженерный центр ЕС зашел на эту площадку. К концу 2016-го перинатальный центр должен был заработать. Но к тому времени успели только с основанием здания разобраться. Проблемы тогда на повышенных тонах краевые власти обсуждали с фирмой и управлением Капстроя региона в администрации Норильска. Затруднения с проектной документацией, в том числе сжатые сроки, погодные условия. И в начале работа, это доставка материалов в навигацию, то есть она достаточно длительная получилась. А я прошу прощения, а мы что не понимали, что мы на Крайнем Севере строим? Мы входили в стройку в Норильске и думали, что есть какие-то будут иные условия. В общем, шаг вперед 10 назад. И это, похоже, было в системе, потому что потом еще и бетон некачественные на стройке залили, и его пришлось демонтировать. Субподрядчики еще жаловались на несвоевременную оплату. В итоге топтались, по сути, на месте здесь до 2017 года. К его началу перинатальный центр был готов всего на 15%. Договор с инженерным центром ЕС Крайвы и власти, наконец, разорвали в одностороннем порядке. Об этом рассказал губернатор Александр Ус во время последнего визита в Норильск. Подрядчик генеральный в то время находился уже в состоянии банкротства. Сегодня против подрядчика возбуждено уголовное дело, связанное там с определенными финансовыми вещами. Поэтому мы приняли решение расторгнуть с ним контракт. Теперь еще и за бесконечные промедления фирма может заплатить неустойку в 36 миллионов. Иск от заказчика Краевого управления Капстроя. И тут нельзя не вспомнить, что и само ведомство на нашей земле дурную славу заработало. В октябре прошлого года на инженера из управления Капстроя завели уголовное дело. Взятки, мол, убрал у субподрядчиков. А взамен тех не наказывали за нарушение при строительстве. Подзаработать мужчина успел 450 тысяч рублей. Грозит до 10 лет тюрьмы. Вот уж действительно больная стройка, но тем не менее она продолжается силами субподрядчиков. Их кривые власти пока хвалят открыть перинатальный центр. Новый глава региона планирует в сентябре этого года. Главное, чтобы болезнь не оказалась хронической. Ведь в 2017-м бывший губернатор Виктор Толоконский обещал, что все заработает еще в декабре. Да так и ушел с поста вместе с обещанием. Анатолия Милина, Артем Смирнов, новости северного города. Хочется надеяться, что такой опыт строительства перинатального центра не повторится. Ведь городские власти заговорили о возобновлении жилищного строительства в Норильске. Правда, пока есть только варианты того, какими путями можно пойти. А их глубокий анализ еще только предстоит. С чего же конкретно хотят начать реновацию? Людмила Кожевникова рассказала начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. Время наступило. Объявили власти города и назвали 2018 годом реновации жилищного фонда Норильска. Даже концепцию представили по четырем направлениям. Строительство на существующих ростверках, дострой недостроев, реконструкция сталинок и даже возведение новеньких домов. И здесь одну из главных ролей отводят специалистам Сибирского федерального университета. Без их слова, пока и шагу не готовы сделать. Это и экономические факультеты, и строительные факультеты, и лабораторные какие-то отдельные направления, которые в составе вот этого Сибирского федерального института, они существуют. С сумасшедшим колоссальным опытом людей. Их основная задача какая? Их основная задача – провести анализ, провести некую научную работу, обследовать существующий жилой фонд, обследовать грунты, определить с какими-то, может быть, местами возможного дальнейшего строительства. И по вот этим первоочередным направлениям выдать уже четкие технические решения. Сказать, сколько это стоит, чтобы уже дальше решать вопрос с финансированием. Специалисты СФУ уже приезжали в Норильск на два дня. Им показывали и наши ростверки, и наши недострои. Сейчас красноярцы взяли тайм-аут, обсуждают, справятся ли с нашей территорией. Когда ими будет принято решение и будет ли, власти города сказать не могут. Пока просто надеются и верят. Если СФУ откажется, у нас есть варианты? Будем привлекать новых специалистов? В любом случае, да, будем привлекать научные институты, которые имеют опыт по Российской Федерации. Так что желание и концепция существуют. Дело за анализом. А вот по одному из первоочередных направлений какая-никакая конкретика все-таки вырисовывается. Речь идет о недостроенных домах на улице 50 лет октября. Ранее экспертиза по ним уже проводилась. Решение специалистов, несмотря на то, что они простаивают достаточно долго, их состояние удовлетворительное, то есть восстанавливать их возможно. Но поскольку их местонахождение – это берег озера Долгого, где грунты досыщены влагой, власти города решили провести дополнительный анализ, чтобы уже наверняка знать, возможно или невозможно дальнейшее строительство этих объектов. В настоящее время уже заканчивается процедура подписания контракта с подрядной московской организацией «Новоспасский мост». Задача, поставленная перед подрядной организацией – произвести бурение температурных трубок, взятие грунта, обследование грунта в лабораторных условиях, чтобы понимать насыщенный, перенасыщенный. Обследование всех несущих конструкций, от свайного поля до ограждающих, перегородок, кровли, цокольных перекрытий. По словам Дмитрия Самородова, контракт с московским подрядчиком должен быть заключен уже в конце марта. После ему дается три месяца на проведение самого анализа. Но даже в случае положительного результата последует второй этап. Начнутся проектные работы, потом госэкспертиза. Так что готовый, одобренный проект мэрия рассчитывает получить лишь в конце этого года. Вот так пока выглядит переломный, реновационный 2018-й. Людмила Кожевникова, Александр Глорий, Геннадий Зверев. Новости северного города. А вот чем еще успел уже отметиться 2018-й, так это количеством случаев жестокого обращения с животными. Очередной на днях всколыхнул норильские соцсети. В подвале одного из домов неизвестные подвесили собаку за лапу, прикрутив ее проволокой к арматуре. Животное неминуемо погибло бы, если бы его случайно не обнаружили работники сантехучастка. Полуживую собаку передали волонтерам. Несчастному псу предстоит ампутация конечности. Этого пса, полуживого, замерзшего с болевым шоком, на прошлой неделе обнаружили и спасли работники ЖЭКа в подвале дома Пардженикидзе-2. Животное кто-то подвесил за заднюю лапу куском провода и оставил умирать. Поступила заявка по третьему подъезду. Пришли, залезли в подвал. Как бы видим, собака скулит. На нее посутили подвязанное кверх ногами. Подошли, как бы обрезали, все, на полу спустили. Проволоку отрезали, вытащили ее, ходить не может. На руки ее взяли и на участок отнесли. Собственно, именно здесь рабочие обнаружили несчастную собаку. Подвешена она была вот на эту перекладину. Как видите, здесь еще остались даже куски шерсти. Она сопротивлялась и, по всей видимости, пыталась вырваться. И даже кусок проволоки, на которой, по всей видимости, она и висела. Провисела она здесь почти сутки, только чудом осталась жива. Сейчас спасенную собаку выхаживает зоозащитница Тамара Тургиева. Животное уже оправилось от шока и по-прежнему ластится к людям, несмотря на пережитое потрясение. Она очень сильно потерянная. Ну, сейчас она как-то так отошла. Ну, она общительная девушка. Она, походу, забыла и все простила. Она очень любит детей. Она такая вот прям, дети-дети. Ну, и такая очень добрая. Видите, она добрая. Она вообще не такая вот добрая слишком. Впереди у собаки ампутация конечности. В последнее время в Норильске постоянно всплывают факты жестокого обращения с животными. Так, в конце прошлого года зоозащитники обратились в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении службы отлова, на территории которой хозяева обнаружили своих домашних питомцев мертвыми. У меня уже колом стали все. Заведено уголовное дело. Идет расследование. А вот в действиях этой женщины не нашли состава преступления. Хотя, по заверению зоозащитников, она регулярно избавляется от щенков и котят, которых не может продать. Зимой обливает водой, выбрасывает в мусор, а летом выкидывает из окна свои общаги, если никто не купил. Еще один резонансный случай в Толнахе – гибель любимца целого двора – пса Арчи. По словам очевидцев, неизвестные выстрелили в животное дротиком. После чего собака умерла в муках на глазах у детей. Вышел из подъезда и смотрю прямо возле лестницы. Стоят дети и ну прям в голос рыдают. Три ребенка было и женщина еще стояла. Сами зоозащитники отмечают, что в последнее время покалеченные и истощенные животные поступают к ним в огромных количествах. И практически все они не дворовые, а бывшие домашние питомцы, брошенные своими хозяевами на произвол судьбы. Очень много стареньких котиков, которые от 18 и выше выкинуты именно. И травмированы довольно много. Избитых, побитых. Вот у нас есть кот один, у нас два кота есть, которым глаз выбили. Просто пнули и пришлось удалять глаз. Каковы же причины этой волны жестокости к беззащитным существам, не способным дать отпор человеку? И во что может перерасти такое нездоровое пристрастие? Особенно, если речь идет о детях и подростках. Если человек проявляет агрессию по отношению к животным, и ему доставляет это удовольствие, он будет стремиться к увеличению этого удовольствия. И со временем он будет проявлять агрессию к людям. И это может перерасти в преступление. Норильск в своей беде не одинок. Психологи отмечают по всей России вспышки насилия над животными. Отчасти виноваты лояльные законы. Доказать, а тем более привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными крайне сложно. Да и наказание весьма условно. До трех лет лишения свободы. А случаи, когда судья назначал реальный срок заключения преступнику, вообще единичны. Егор Тумовский, Владислав Моисеев, Галина Навроцкая, Геннадий Зверев. Новости с северного города. Далее в новостях с северного города о хозяйстве с размахом. Кажется невероятным, но самая северная исправительная колония теперь не только мебельным, а конным, но и мясным производством занимается. А благодаря этому одно из лучших в плане трудоустройства заключенных считается. На новое производство в день уголовной исполнительной системы взглянула наша съемочная группа. Размаху этой свинофермы могут позавидовать самые передовые хозяйства. Здесь 250 голов свиней и их ряды постоянно пополняются. Но только одной свинофермой дело не ограничилось. Сырья достаточны для целого мясного цеха. И с недавних пор у заключенных ОИ-30 на столах не только своя свинина, но и колбаса. Закрываем сосиски вот таким вот образом. После того, как мы поместили фарш в упаковочную пленку, мы начинаем придавать им форму. Какой размер определяете? Вот примерно это 15-13 сантиметров. Так как у меня уже рука набитая, на производстве не первый день работаю. Я это делаю без проблем. На воле работал. А, вы зловы, да? Да, можно и так сказать. Так случилось в моей жизни, что попал в тюрьму. Дмитрий раньше на кухне трудился, а сейчас он работник нового цеха. Их тут пока всего двое. Они дважды в день проходят медкомиссию. Все согласно санитарным правилам. Цех достаточно компактный. Все оборудование новое, недавно закупленное. Также, в свою очередь, учимся на нем. Где-то какие-то нюансы есть. Работать, интересуемся технологией. Преимуществом всего этого считается то, что все у нас абсолютно натурально. Некоторые виды продукции имеют у нас абсолютно замкнутый цикл. То есть, другими словами, от своего подсобного хозяйства, соответственно, до готовой продукции. Изготавливают здесь соленое и копченое сало. Два вида колбасы. С названием пока не определились. Сосиски, копченые ребрышки и голени. И куры на гриле. И все это для продажи заключенным в местном магазине. Новый цех, ценой почти в миллион рублей, открытый на средства учреждения, уже сам себя окупает. Здесь каждого вида продукции выпускают почти по 300 килограммов в месяц. Когда мощно растят, есть мысль выйти и за пределы колючей проволоки. Придумать бренд своей продукции и увеличить штат до 8 человек. К слову, зарабатывают работники цеха в среднем около 13 тысяч рублей. А в общем труд заключенных оценивают почти в 15 тысяч. 870 человек задействованы на производстве, остальные 130 на хособслуживание. И теперь заработанные деньги они могут тратить на собственную натуральную продукцию. Галина Навроцкая, Александр Ворин, новости с северного города. Теперь о перспективах газовой отрасли в Норильске, которая на днях отметила свой 50-летний юбилей. В эксклюзивном интервью северному городу гендиректор Норильс Газпрома Андрей Чистов рассказал, насколько лет вперед северный город обеспечен природным газом. Какой прорыв в строительстве совершили норильские газовики, какие большие проекты начнут воплощаться в жизнь уже в этом году. На сегодняшний день у нас пилятское месторождение является основным месторождением, откуда бывает газ. Почти 70%. Газа у нас достаточно, и газом мы обеспечены, в принципе, уже до 2030 года. В течение последних пяти лет, можно так сказать, у нас прошел прорыв в строительстве. Можно помнить, была история с маловодием, было в 2013 году. Поэтому воды не хватало для выработки электроэнергии. У нас, в принципе, здесь на пилятке, да, газом можно было добыть, но его не было возможности доставить. Не хватало простой способности месторождения газопровода. Потом было срочно принято решение, и в зимний период приступили к строительству так называемого лупинга. Первые части, первые и вторые, которые в течение трех месяцев было построено 26 километров, что позволило снять эти напряженные периоды 2013-2014 года, и газ поступил в Торийский промрайон. Поэтому каких-то рисков пожигания дистоплива тогда в тот период не было. Дальше произошло, мы этот лупинг достроили до севера Соленского, и сейчас уже с пилятки идет две полноценных трубы, так называемые, два магистральных газопровода, которые в случае каких-то там необходимых мероприятий по ремонту одной, и можно это покосновить в летний период и работать по второй. Раньше этого возможности такой не было. Тоже немаловажный у нас фактор – это георгоразведочные работы. Мы полномерно ведем эти работы на всех месторождениях. В предыдущие годы мы делали сейсморазведочные работы, проводили на всех промыслах, получили определенные данные, которые сейчас у нас проходят обработку, на основании которых будут проводить теперь и расчет запасов на всех месторождениях. Северо-Соленевские месторождения относятся к федеральному значению. С запасами газа больше всего это относится, которые больше 50 миллиардов. Южно-Соленевская и Месояха сейчас пересчитываются. В Месоях, там сейчас работают всего 4 скважины. Дают они, можно сказать, сколько они там сейчас, 200 тысяч в час. На Южно-Соленевском, там у нас, по-моему, 19 скважин в работе сейчас находятся. Тоже не очень большой объем газа, по-моему, там 400 или 500 в сутки всего. Но они уже годами работают, и поэтому даже для того, чтобы обеспечить, собственно, нужно и хватает. Каких-то интенсивных мероприятий, чтобы дать эффект добычи дополнительно, пока нет необходимости, нам хватает Филятского месторождения, которые здесь объемы, говорю, их запас почти более чем 180 миллиардов. И сейчас, чтобы вкладывать деньги, чтобы вызывать дополнительный приток на старых месторождения, ну, наверное, скорее всего, нецелесообразно еще. Большие проекты собирается осуществлять на Лист-Трансгаз. На Северо-Соленевском месторождении планируется строительство также еще однодоживной компрессной станции. Немаловажный проект – это Лыкель. Там еще строится газопровод на Лыкель, потому что котельная там сейчас работает на дизельном топливе. На Рист-Трансгаз тоже взял на себя обязательство достроить газопровод, который кто-то ранее начинал строить, но его не смогли завершить по разным причинам. Поэтому на Рист-Трансгаз сейчас строят данный газопровод. Это и котельная уже будет как современная, все-таки там. Мы живем в 21 веке, а котельная будет работать на газу и, естественно, подавать тепло уже на Лыкель. Днем в городе облачно, с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура в Норильске в Дудинке минус 27-30 градусов. Продолжение следует...